15 червяня Гомельское областное объединение профсоюзов проводит промои линии по пытаниях незаконного звольнения працевников. Их мета – проверка правильности применения обновленного працевного кодексу, який все лето вошел в силу. С початку работы горячих линий пройшел амаль месяц. Специалисты подвели попередние выники работы. Подробности в наступном сюжете. До речи, деятельность горячих телефонных линий не обмяжовывается темой звольнения. Они допомагают выражать целый спектр проблем, которые могут возникать у працевников и наймальников. Таким чином юридичные послуги областного объединения профсоюзов стали саправды запотребованными. Обратилось 50 работников за разъяснением вопросов по трудовому законодательству. Они связаны были с трудовыми отношениями, с дистанционной формой работы. Сегодня 20 таких обращений находятся на контроле в областных отраслевых организациях. В отношении 5 работников удалось договориться с нанимателем, найти компромиссное решение о продлении трудовых отношений на другой срок. В отношении двух работников составлены исковые заявления. И горячая линия продолжает свою работу. Прыклад областного профсоюза працевников адукации и науки показывает. Незауседы працадавцы памятуюсь об льготах и гарантах, які замацаваны у коллективном договоре. Нередко мотивом для спынения контракту становится пенсийный узрост. Организация нагадывая. Гэта суперэшит дзейчему законодавству. Узаимодносины керавников и подначаленных пильно контролюются нормативными документами. Каб допомогчи працевникам своей галины, профсоюз працевников адукации и науки выходит за рамки работы по телефону. Областной комитет профсоюза на 10-е число запланировал проведение такого бесплатного семинара, где любой заинтересованный сможет подключиться к проведению этого семинара. Он будет проходить в режиме онлайн. Это может быть и руководитель, и инспектор по кадрам. Предварительно задать вопросы на интересующую тему. И в ходе обсуждения получить ответы. И, может, еще какие-то разъяснения, которые касаются конкретной этой темы. Ссылка на проведение семинара размещена на нашем сайте областного комитета профсоюза работников образования и науки. Дистанционная работа застаётся важным элементом консультационной деяности областного профсоюза. Эпидситуация в Украине значно поляпшается, а ли пытание коншатково не закрыто. Необходно выконовать рекомендации Министерства Аховы Здоровья. С 9-го кроссовика и по гэты день правовая инспекция областного профсоюза працуя постоянно, а лена – одлеглости. Так само организация нагадывая про свои социальные сетки. И еще один способ задать специалисту любое хвалюющее питание. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, Телерадо и компания «Гомель».